Рассвет Победы Рассвет Победы Рассвет Победы Рассвет Победы Рассвет Победы Рассвет Победы Когда увидел потенциал мероприятия, стало понятно, что туда вообще огромное количество народа начинает съезжаться. Площадку Дунина Маленькая предложили сами новую площадку. Вот в селе Иславское за памятником, отличное место с панорамным видом. Поле, здесь же и памятник, здесь же митинг проходит, шикарный совершенно памятник. Отличная площадка, где помещается много людей и на митинге торжественном, и, соответственно, на поле, где вот этот плацтеатр, там были отрыты копы, блиндажи, землянки. Не сразу, вот каждый год там развиваются позиции боевые, мы их подновляем каждый год. У нас даже есть в районе уже традиционная такая акция военстрой. То есть несколько раз по выходным перед самым главным мероприятием выезжают туда добровольцы, клубы, историк-патриотические, поисковики и готовят вот эту площадку. На местности роют там новые окопы, подновляют старые, то есть вот всей подготовкой занимаются. Мероприятия, на самом деле, вы проводите очень много, да, фронт, работ у вас широкий, не только реконструкторская деятельность, такая малая часть, наверное, того, что делаете вы. Как родилась идея именно этого мероприятия и каковы были цели? Вот того, что задумывали изначально и что проводится сейчас? Ну, изначально и сейчас она цель была одна – показать людям, погрузить немного людей, современного человека, погрузить вот в обстановку какую-то немножко приближенную к боевой, чтобы он не в кино на экране увидел, да, там взрывы, он увидел это вживую, увидел бегущих, как раз, нармейцев в атаку, увидел ползущие серые шинели, да, и пулеметы строчат, это немножко вот погружает. Там практика показывает, что с стороны зрителей нет такого восприятия, что это шоу, там никто там не стоит, не ест попкорн, да, а вот именно вот с замиранием сердца и взрослые, и дети стоят, вот следят, как развиваются события на поле, вот эти боевые, как наши победят, вот переживания и потом всеобщая радость. Я неоднократно стояла в этой толпе, могу сказать, что они не только следят, они еще и переживают, хотя все знают, чем закончится этот бой, но тем не менее все переживают и с нетерпением ждут этого момента, очень уж волнительно. Да, это день воинской славы, несмотря на то, что там и парадская могила, и торжественная часть возле митинга обязательно дается дань павшим, предлагаются венки, салют, там знаменосцы, собираются в основном молодежь, школьники, и это день воинской славы России, это начало контрнаступления для любого жителя Подмосковья, это вообще ключевая дата мировой истории. Вот поэтому и рассвет победы, может быть, расскажем поподробнее. Здесь под Москвой, да, то есть посыл такой, что здесь под Москвой, вот это все начиналось, то есть только увидели, вот здесь первый раз этому фашистскому зверу по зубам дали, и только увидели, что вот забрежило вот этот рассвет победы. В самом Иславском, да, боя не было, вот конкретно... Следующий вопрос мой опередил. Да, да, соответственно, боевого соприкосновения немецких войск с нашими не было, но Иславское, это вот при фронтовой буквально рубеж, там километр уже, да, немцы стояли, и здесь Иславское, Горький-10, здесь и артиллерия наша базировалась, и сосредотачивались войска, и какие-то госпитальные там формирования были, и небесный щит столицы там, и прожектора, и зенитки, и масса находок, именно вот методами военной археологии, связанных с боевыми действиями, вот не прямого контакта, а именно вот такое вторичное, вот, и братская могила, там же лежат бойцы, погибшие именно вот на боевых рубежах. И по большому счету, какая разница, где проводить памятное мероприятие? Везде жили люди, в каждой местности они уходили на фронт и воевали. На острове Сахалин можно это проводить, потому что жители Сахалина тоже, соответственно, сражались за родину, и в том числе за подмосковную землю, почему нет? Я считаю, все равно, где, но у нас праздник для жителей Подмосковья, начало контрнаступления, День войск славы, и мы не только поминаем павших воинов, но мы празднуем победу, мы показываем доблесть наших предков, как они сражались и как они побеждали. Вот, кстати говоря, в прошлом году нам удалось снять женщину, которая приехала, дай бог мне память, кажется, из Хантамансийского округа, потому что там похоронен ее дедушка, которого нашли года два тому назад, похоронили в этой братской могиле, и каждый год они ездят и возлагают цветы к могиле своего деда. Они счастливы, что наконец он был найден, но, скажем так, солдат вернулся домой. Вот так, как произошло. Вот, кстати говоря, в социальных сетях и касаемо места проведения были такие комментарии. Честно говоря, мне очень приятно это читать первое. Почему опять Иславское? Вот не было ли мысли поменять место проведения? Нормальная площадка, в общем-то нормальная площадка, в которой вложено много труда. Вот эта разветвленная сеть окоп, блиндажей. Которая уже вырыта. Да, это силы человеческие. И надо было с самого начала, наверное, это сказать, что мероприятия делаем не мы. Не мы, не наша организация, не наш клуб, там, и поисковый отряд. Мероприятия делаем мы все вместе. Вот это ключевое. Очень много вкладывает труда, очень много сил и средств вкладывает местная администрация Успенская. Она как принимающая сторона вот на своей территории. Там все, начиная там от порядка, охраны, обороны, там очень много. То, что наша часть, это вот эта зрелищная часть именно на поле собрать людей, организовать их, там, чтобы приехала военная техника, чтобы пиротехники подключились. Вот эта вся взаимосвязь, сценарий. И здесь работает целая команда, которые уже за годы сложились. Очень много людей в этом задействовано. В этом году нас заметило Главное управление социальных коммуникаций Московской области, подключились тоже. И в этом году наше мероприятие его объединили вместе с областным закрытием вахты памяти 2018 года. То есть к нам в Иславске в этом году, 1 декабря, приедут делегации со всей Московской области, поисковиков, юно-армейцев. То есть гораздо большим количеством мы все это проведем праздник. И формат, он предусматривает не только памятную часть, не только зрелищную часть, где воинскую доблесть показываем, но и потом народное гуляние. И концертная программа, наш замечательный театральный центр «Жанки» каждый год делает новую интересную программу, которую люди стоят, не отрываясь, смоют тоже. И выставки находок поисковых отрядов, выставки о работе клубов молодежных, все это там тоже будет присутствовать. Конечно, каша с полевой кухней и масса разных активностей на местности, чтобы люди погуляли и отпраздновали этот праздник. И второй комментарий, если возвращаться к социальным сетям, который зацепил лично меня, и я не очень понимаю, что двигало человеком, который это написал, мол, похороните вы уже своих мертвых и давайте жить дальше, война закончилась. Насколько часто вот такое отношение встречается? И вот что это? Это недостаток образования какого-то исторического, не знаю, отсутствие какой-то человеческой мудрости. Это исключение или, к сожалению, такое встречается сейчас? Ну, встречается повсеместно и не только сейчас в той или иной форме. И здесь следует, наверное, упомянуть такую тенденцию. Может быть, вот то, что такое явление присутствует и многие другие явления сейчас в нашей жизни негативные, они есть. Я буквально недавно вернулся из Калуги, где проходило закрытие Всероссийской вахты памяти 2018 года. Там, кроме тоже торжественной части, там открытие мемориальных каких-то объектов. То есть туда съезжаются со всей страны делегаты от поисковиков. И там есть образовательная часть, где, в общем-то, какие-то инновации нам рассказывают, обучающие программы. И вот сейчас наше руководство федерального уровня такую нам доносит мысль. Ребята, вы все фанаты, вы там из леса не вылазите, вы ищете бойцов. Что будет через 10 лет, через 20, через 30, когда будет найден последний солдат? То есть будет ли тот человек молодой, подрастающий поколение, который по своей воле пойдет на могилу к этому солдату? То есть нас подводят к такой мысли уже очень активно, потому что надо заниматься не только раскопками, но и массово рассказывать о своей работе, работать с молодежью, работать с общественностью, выступать на телевидении, средства массовой информации, интернет. Но мы в Одинцовском районе, впереди планета всей в этом отношении, слава богу. Имеется в виду очень многие регионы, где люди просто именно грызаются и пашут, пашут и пашут. Вот такие люди фанатичные. Тенденция есть, и настрой такой вот тоже присутствует. Поэтому есть действия, есть противодействия, позитивные. Я думаю, мы справимся, нас много. Поисковиков больше 40 тысяч, целая армия. Да и все-таки людей, которые бережно относятся к своей истории, мне кажется, тоже в разы больше, нежели вот таких вот комментаторов, которые строчил и не подумал. К тому же Иславскому судить, там же местные жители, вот они приходят постоянно, мы там окопы эти восстанавливаем, там один человек негатив, 20 человек позитив. Это самое главное, что увидела я, это мальчишки, которые стоят, прыгают, ну давай же, давай же, ну что ты, ну там что ты стоишь. Местные жители подключаются, приходят ребята местные, да, мы им даем тоже лопаты, там ставим задачу, инструктируем по мерам безопасности. Тоже помогают местные мальчишки, из года в год уже, уже лица, имена там известны, все там, привет, привет. Я думаю, что они будут помнить, и когда последний солдат будет найден. И вот как раз будут дальше всем рассказывать, как это все происходило. Антон, неоднократно мы уже говорили о закрытии вахты памяти, да, в Калуге было закрытие всероссийской вахты памяти, в Иславском будет закрытие областной вахты памяти. Вообще вахта памяти, что это такое? Вахта памяти это комплекс мероприятий, само понятие, оно появилось еще в комсомольские годы, и вахта, да, то есть большой промежуток времени какой-то. И действительно, изначально тенденция такая в масштабах страны, что люди, поисковые отряды, они планировали заранее и выезжали именно на вахту, вахтовым методом куда-то на места сражений и проводили там мероприятия. И поисковые раскопки, и опрашивали местных жителей, там мы с ветеранами работали, вот появилось понятие вахты. Сейчас вот мы здесь в боевом месте, где нам не надо никуда далеко ездить, под вахтой уже много лет понимаем комплекс мероприятий в течение всего года. Там и военно-мемориальных, и патриотических, поэтому мы не говорим, что это только для поисковиков. Это для всех неравнодушных людей, это и для волонтеров, это для историк-патриотических клубов, это просто для детских клубов, там и юнормейцев, пожалуйста. Это для всех, кто не безразличен к памяти своего народа, своей земли, своей родины. Есть еще и районная вахта памяти, кстати говоря. Совершенно верно. Мы ее тоже обычно в Иславском закрываем, выходит ответственный сотрудник, который делегировали, и он докладывает о результатах работы всех поисковых отрядов Одинцовского района за сезон этого года. В этом году у нас закрытие областной вахты памяти. Будет у нас представитель, наш руководитель Координационного совета с области, который отчитается о работе всех областных поисковиков. Будем с нетерпением ждать. А я хочу сказать, что телекомпании Одинцову повезло. Мы освещаем мероприятие «Рассвет Победы» с самого зарождения этой акции. Я предлагаю вспомнить, каким «Рассвет Победы» был в 2017 году. Внимание на экран. Село Иславское. Небоевое. Сражения шли в двух километрах от населенного пункта у Аксиньена, Синькова, Палицы. Ближайшая точка к линии фронта – деревня Маслова. В этом году там полностью отреставрировали памятник погибшим землякам. В этом году все наши памятные места, наши памятные захоронения наших воинов полностью отреконструированы. Привередены в порядок. И в частности в деревне Маслова наш памятник полностью одет в гранит. И мы надеемся, что память наших жителей в отношении воинских побед будет тверда, как этот гранит. Говорить о войне можно много, но так и не приблизиться к пониманию того, какой подвиг совершили советские бойцы, сражаясь за наше право на жизнь. Реконструкция эпизода боя должна наглядно показать, в каких условиях и какой ценой наши предки день за днем приближались к Великой Победе. Дмитрий приехал в Одинцовский район из Калуги. В этом году он советский артиллерист, в прошлом немецкий солдат. Но это формальность, признается любитель истории. Я только по одной стороне баррикад был. На нашей стороне, на стороне нашей истории, на стороне нашей России. А форма, это просто форма работы патриотической. В реконструкции эпизода боя приняли участие более 20 клубов из разных областей России и Беларуси. Подготовку к исторической дате начали еще несколько месяцев назад. Сначала разработали сценарий, потом приступили к полевым работам. Ребята начинают за 3-4 месяца уже делать сценарий непосредственно мероприятия. И с ноября месяца, а иногда и с октября, выезжать сюда на поле и силами молодежи Одинцовского района готовить плацтеатр. Зрители старания реконструкторов оценили по достоинству. Мальчишки эмоционально комментировали ход боя. А потом живо обсуждали его исход и значение, прекрасно понимая, что главная цель происходящего – сделать так, чтобы они помнили. Это надо же, когда мы же вырастем, своим же внукам еще рассказывать. Люди должны знать, кто их защищал. Бой завершен. Можно исследовать окопы и боевую технику. А участники реконструкции констатируют, если раньше зрители стремились запечатлеть себя в условиях, приближенных к военным, то теперь в первую очередь задают вопросы по истории Великой Отечественной войны. В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорим о военно-мемориальном мероприятии «Рассвет Победы», которое пройдет в Иславском 1 декабря в 12 часов начала. Все правильно? Все верно. Антон, мы немного рассказали о программе «Мерпризе». Может быть, остановимся поподробнее, чем будете в этом году удивлять зрителей? Мы развиваемся, мы стараемся каждый раз немного с другого угла. И сценарные какие-то повороты по сюжету, и зрелищные эффекты. Традиционно у нас профессиональные пиротехники работают за опера-студией. Николай Нестеров отработает пиротехнические эффекты. Имитация взрывов в большом количестве. Все карты раскрывать не буду. Будут особые моменты в этом плане, связанные с пиротехникой. Что хотелось бы отметить, то что в этом году у нас очень большое количество участников на поле. То есть, собирается, вот сейчас по заявкам, на данный момент 42 клуба подали заявку. И по территориальному признаку это мероприятие, оно уже вышло на международный уровень. То есть, там с соседней Белоруссии, допустим, с города Минска едут люди. А так по всей стране. То есть, там не только Московская область, но все соседние области точно охвачены. Клубы приезжают, мероприятия набирают популярность. Несмотря на то, что мы не позиционируем это именно как реконструкция. У нас очень уникальный формат. Дело в том, что реконструкция, если брать вот такую терминологию, она подразумевает доскональное воспроизведение. И многие люди, участники клубов военно-исторической реконструкции, они зачастую очень болезненно воспринимают разные допуски стилизации по форме, несоответствия. Пуговка не та, пришита не того года. В этом есть определенный смысл, когда снимается кино, где требуется достоверность, когда какое-то мероприятие проводится тематическое. Наш формат предусматривает, среди прочего, участие клубов детско-юношеских, вовлеченных прямо на поле. Не как зрители, они тоже в форме красноармейской, они с макетами оружия, они в касках, они тоже там подползают, перегибают. Естественно, меры безопасности прежде всего. Поэтому они идут в третьем эшелоне, когда уже отработала пиротехника, и по выделенному направлению, где безопасно. Но ребята, они чувствуют себя вовлеченными в процесс, они участвуют в подготовке, в репетициях. Они вот на этих больших дядек с правильными пуговками смоют вот так вот снизу вверх, и они видят, куда стремиться. Поэтому мы всегда нашим друзьям из клубов исторической конструкции, которые к нам съезжают со всей страны, мы очень благодарны. И говорим, ребят, вы образец, вы образец для этих мальчишек. Поэтому вы себя проезжаете не просто показать, вы себя проезжаете воспитывать. Воспитывать, показать образец. Поэтому уникальный формат, и во многом поэтому такое внимание к этому мероприятию. Потому что это не вещь в себе, а это съезжается уже с полстраны, с разных точек. Едет представители и молодежь. Антон, для кого не секрет, что театральная, даже театральная постановка достаточно сложна. Хотя там участвует не такое большое количество людей, нет каких-то таких технических сложностей. То есть не надо копать окопы, не надо думать о пиротехнике чаще всего. У вас несколько сот участников. У вас, во-первых, живая территория. У вас окопы. У вас очень сложно. Каким образом это все отрабатывается? Вы же не проводите наверняка репетиции или проводите? Вот кто, откуда знает, где, как находиться, как действовать? Это сложный вопрос, и, конечно, этому никто не учил. Никто этому специально не учит. До многих моментов доходили сами, где-то подглядели у коллег. И в итоге, в общем-то, выработалась своя схема действий. И, как я уже сказал, у нас дружная команда. И ребята, они каждый за свое отвечают. Кто-то за сценарий, кто-то режиссирует на местности. Конечно, если касаться каких-то военных дел, то первый и самый важный момент – это связь подразделений, даже просто которые действуют по ситуации. А здесь они должны действовать не только по ситуации, но еще действовать взаимосвязно противники между собой. Конечно, там разными техническими способами осуществляется связь и радиостанция. И в этом году впервые по кабельной связи полевые телефоны, аутентичные, будут использоваться. Проехал детско-юношеский клуб, который занимается именно как раз… Ребята изучают связь полевую, и тех времен, и современную. И они взялись на себя обеспечить. На поле управлять войсками будет наш замечательный коллега Ткачук Андрей Владимирович. Которого мы видели недавно. Да, руководитель клуба историко-патриотического клуба «Генерал». В этом году эта функция на нем, это самая важная функция. И ряд людей помогает, за разный сектор отвечает, как на поле, так и в выставочной части, интерактивных площадок. А я буду принимать высоких гостей и участвовать в митинге. Что, в общем-то, тоже непросто, я думаю, что в этот день будет. Конечно. Антон, а будет ли военная техника и какая? Военной техники будет больше, чем обычно. Значит, в этом году к нам приедет из города Ступино танк немецкий, Прага. Значит, будет пушка противотанка из советской стороны противодействовать этому танку. Будут советские минометы 82-мм, будет и немецкий миномет. Будет с советской стороны броневик, с немецкой стороны еще мотоциклы и автомобиль «Опель», на котором приедет старший офицер. Есть еще один интересный сюжетный ход, который мы в этом году впервые применяем. Но такая тенденция, она уже популярна в масштабах страны. Это использование внутри сюжета местных жителей. Местных жителей не в жителе дерева Неславская, а гражданское население, которое стилизовано под эпоху. Есть даже целые клубы, которые это делают. У нас ребята будут сами в этом году, такой дебютный у них выход. И вот в первый ход сценария, на первом шаге они будут отрабатывать определенный сценарий с оккупантами, с немецко-фашистскими войсками, местными жителями. Не буду рассказывать все моменты, посмотрите. Но обычно из опыта наших коллег на других территориях это очень эмоционально получается. Потому что это на грани, это трагедия. А сколько по времени реконструкция эпизода боя займет? Она у нас, как правило, скоротечная. Это тоже особенность формата. До получаса у нас осуществляется именно постановка исторического эпизода на местности. Потом клубы строятся перед зрителями. Это важный момент. Каждый клуб назвать, каждый клуб объявить, вручить грамоту, памятный подарок. Соответственно, наши первые лица будут награждать. И технический момент здесь тоже присутствует. В это время пиротехник снимает оборудование с поля. Проверяет заряды, все ли сработали, снимает провода. И, соответственно, клубы наградили. И дальше начинается концертная программа, выдача каши. И народ запускает на поле. Все могут фотографироваться, полазить по окопам, пособирать гильзы. Фотографироваться с этим танком еще дымящимся, с этими немцами. Но как ребята из клубов правильно сказали, что форма немецкая. Но это просто форма работы патриотической. Клубы, которые занимаются вермахтом, они позволяют нам в форматах вот таких мероприятий показывать доблесть наших предков. Это очень важно. Ну, собственно, без противоборствующей стороны вряд ли возможно показать реконструацию каким-либо образом. Но это не противоборствующая сторона, это получается одна и та же сторона. Ну, безусловно, да. Но здесь формально по сценарию приходится вот так. Авиацию еще ни разу не задействовали, правильно? Пытались. Возникли сложности с безопасностью воздушного пространства. Ну, и потом это очень дорого. Это очень дорого. Мы пока своим бюджетом нескромными не укладываемся. А вот что касается пиротехники. Когда пиротехник появляется в Иславском и вот когда уже опасно бродить по местности самостоятельно? Пиротехник, он заезжает накануне. Он там начинает разметку делать, где что будет лежать. Но непосредственно заряда он закладывает, там, начиная с утра, собственно, день в день. Там будет оцепление стоять. То есть на опасные участки, конечно, никого уже не пустят. Ну, и опасны они, ну, условно. Да, то есть, как бы, такие заряды, они киношные, в общем-то, могут повредить, если ты сам постараешься, чтобы тебе это повредило. Вот. Тем не менее, мерам безопасности уделяется повышенное внимание. Особенно с учетом того, что у нас будет количество людей и на поле, и зрителей в разы больше, чем обычно. Прорабатываются многие моменты. Там и со стороны зрителей, и внутри площадки. Конечно, мы стараемся везде подстраховаться. На самом деле, говорить о военно-мемориальном мероприятии «Рассвет Победы» можно очень долго, потому что мероприятие стоящее. Ну, на самом деле, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И я предлагаю посмотреть, как это правильно называется, трейлер? Тизер. 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 Скажем так. Мероприятие «Рассвет Победы». Внимание на экран. Тизер. 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 Продолжение следует... Огонь! Продолжение следует... Потом гуляния легко не заметить, нос обморозить, уши, ноги утеплять надо. Поэтому опытные товарищи приезжают на наши мероприятия в Валеньках. Конечно, будет и каша из полевой кухни, и чай будет, и палатка с выставками, куда можно зайти погореться, и костры об огоревочные пункты. Но прежде всего здоровье надо беречь, поэтому утепляться. Ну и где висит табличка предупреждающая, не ходи, ходить туда не надо, конечно. Вот сейчас осталось где-то полторы недели, правильно, до рассвета Победы. Вот что предстоит сделать в ближайшие дни? Что на данный момент уже готово? Окопы готовы, я так понимаю? Окопы большей частью готовы, но еще вот в ближайшее воскресенье мы поедем немножко там доделывать на местности. Сейчас очень много таких организационных моментов в плане того, чтобы людей как-то направить в нужное русло. И, соответственно, какую-то визуальную часть готовим. Там разные флаги, баннеры, пресс-волы, модные слова такие, да? Да-да-да. Выставочное такое оборудование презентационное готовится для того, чтобы мероприятие стало еще более красивым. И заводится имущество. Выставки, палатки, там разные сундуки, там целая история вот с этой логистикой. Но вот команда работает как часы, приятно, глядя, что опытнее становимся из года в год. И как бы администрация поддерживает, и местная, и районная. Вот ГУСК подключился. Так что, слава богу, вот все вместе мы это делаем, все вместе. И я уверен, что будет хорошо. 1 декабря, село Иславское, 12.00. Я надеюсь, что наши телезрители включат в свои планы поездку в село Иславское на мероприятие «Рассвет. Победа». Поверьте, это стоит того. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на канале ОТВ.